Ускорить доставку груза в дальневосточный регион и Сибирь поможет личный самолет Почты России. Сегодня он впервые прибыл в аэропорт Якутска. Как часто на нем будут доставлять почтовый груз в Якутию и какие имена носят первые самолеты авиапарка службы, узнавал Иван Подовиницин. За моей спиной сейчас паркуется Петр Первый. Императорское имя носит один из первых магистральных самолетов, предназначенных сугубо для отправления почтовых грузов на дальние расстояния, закупленных недавно компанией Почта России. Рост объемов отправлений побудил всероссийского почтового оператора создавать собственный авиапарк и облегчить нагрузку на самолеты регулярных авиакомпаний, услугами которых обычно пользуется доставщик. На данный момент Почтой России приобретено два самолета Ту-204С у компании авиалезингодателя. Накануне крылатые почтальоны уже вылетели в свои первые рейсы. Первый рейс, который совершен в регион, это к нам в Якутск. Сегодня Почта России привезла груз из Москвы, из аэропорта Внуково. Кроме того, эти самолеты будут работать в юго-восточном направлении, в направлении Китая, Японии и так далее, чтобы возить к нам сюда уже международные перевозки. Якутия уже в течение пяти-семи лет занимает место в первой десятке субъектов, население которого заказывает огромное количество интернет-покупок. На память о первом почтовом рейсе в Якутию экипаж авиалайнера был встречен официально и гостеприимно. Сегодня у нас минус 40 градусов. Погода отличная. Вы, может, еще будете минус 50, минус 60 летать. Ну, надеемся, что не будем. Спасибо, конечно, но лучше потеплее. Ой, я посмотрю. А, тарелки. Спасибо большое. Допустимая грузоподъемность авиалайнера достигает 30 тонн. Сегодня в городе Якутск прибыло 15. Дальнейшая частота перелетов в республику будет варьироваться от степени заполняемости. Такие среднемагистральные самолеты рассчитаны на перелеты на расстояние до 3800 километров. Сегодня директор Якутского почтового оператора рассказала, с чем связан выбор имени перевозчикам. С Петром Первым связаны первые серьезные реформы почтовой службы, а Екатерина Вторая, она усовершенствовала. Появились первые почтовые линии, получила большое развитие почтовая сеть. В дальнейшем предприятие нацелено активно модернизировать почтовую логистику и сокращать время доставки. Согласно ранее обнародованной информации, в 2017 году Почта России планировала уже увеличить авиапарк и запустить логистический центр в Хабаровске. Иван Подойницин, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.